Недалек тот день, когда утверждение, что река всегда течет к морю, окажется опровергнутым. Проект переброски рек Сибири и североевропейской части страны, который обсуждают ученые, называют одним из самых грандиозных проектов века. Правда, он не единственный, проектов несколько, и споры, какой из них оптимален, не прекращаются. Абсолютно ясно одно. За пятилетия с 1960 по 1975 годы потребление воды в стране возросло почти вдвое, и к 2000 году с севера на юг необходимо будет перебросить дополнительно около 100 миллиардов кубометров. Сибирские реки повернуть в Сырдарью и Амударью, а реки с североевропейской части в Волгу и Дон. Только это даст возможность наполнить Азов и Каспий, а рассить вместо сегодняшних 13 необходимые 40 миллионов гектаров земли. Проект действительно грандиозный, но... Не нарушит ли вот эта переброска рек вся эта система просто экологическую среду? Ведь действительно это должно влиять как-то. Видите, перед нами как раз этот вопрос встал, как один из самых главных вопросов. Если мы сейчас вынуждены твердо сказать, что нужно перебросить 80 кубов по 2000 году, а в первую очередь 35, то в этих 35 есть нарушения экологической системы, и очень значительные. Выхода другого нет, потому что большее нарушение гораздо по Каспийскому морю, по Азовскому. И невозможно добиться сельхозпродуктов, если мы не обеспечим переброску. А вот в этом варианте, который мы предложили, здесь на 50 миллиардов кубов, здесь почти нет никакого нарушения экологии. Тут мне придется прервать Тараса Лавровича и пояснить для широкого круга телезрителей, которые смотрят нашу программу, но не являются специалистами в этой области, что речь идет о двух этапах переброски северных рек. В первом, уже досконально разработанном, будет переброшено в Волгу и Дон 35 миллиардов кубометров воды. Часть придется взять из Онежского озера рек Сухона и Печора, а на втором этапе будет переброшено уже 50 миллиардов кубометров. Причем Институт Гипроводхоз, где мы и находимся, предлагает оригинальное решение, еще неизвестное в мировой практике, то есть организовать водохранилище не на земле, а прямо в Белом море, отгородив дамбой Онежскую губу, исток пресных рек, стекающих в нее, перекачивает прямо в Волгу и Дон. Вы все читали речь Леонида Ильича Брежнева и решение пленума, где говорится о развитии сельского хозяйства. Земли у нас 223 миллиона, и больше нет, а наоборот ее становится меньше. Значит, можно поднять сельское хозяйство только за счет повышения урожайности. А вот орошение и дает повышение урожайности каждый гектар вместо, скажем, 10 на Волге в среднем, будет давать 30, 40, 50, а если выведут новые сорта пшеницы, и для 60-70.